Народное пение Народное пение Народное пение Народное пение Вульгаризировано Для потехи Развлечения Для ресторанных шоу И воспринимается Многими Сейчас мы его слышим В плохом виде В очень плохом качестве И поэтому С одной стороны Так сказать Элитные Высокие музыканты Они считают это Третий или четвертый Сорт искусства А с другой стороны Теперь у нас идет Такое фольклорное движение Заподлинность Самостийность За настоящее Започвенное И вот едут Какие-нибудь Фольклористы Или там Студенты В деревню Там повертятся Неделю Около Бабушек Попередразнивают Остатки Былого Мастерства И уже Бьют себя в руки Что они подлинные Вот что так Это не надо И вот только они Вот все А вот то Что мы там делаем Это признано Приглажено Это никому не нужно Это не настоящие Неподлинные Но Поскольку Вот записи Народные Говорят О том Что Это высочайшая Прежде всего Высочайшая Певческая культура Иначе Никогда бы В жизни Женщины Не создали Таких распевов Ну например Вот банальная Городская песенка Аль глазки Куда скрылись Мне вас боли Не видать А куда скрылись Да удалились Зачем Заставили Страдать Вот я играла Шарманочка Распевали эту песню Все так И вдруг Песня пошла Туда 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 В разные Села В разные Регионы И вот скажем Северные Женщины Как распели Эту песню Вы меня Извините Пожалуйста За мое Изображение Ушкафа Да Да Кари Глазки Куда скрылись Да вне вас Боли Не видать А куда Высокого звучания А там А там Распелы А там Подголоски И все это Импровизационно И все это Творчески И все это С таким Внутренним Проникновением С такой С таким Глубинным Пониманием Вот этих Генных Истоков Которые И вот туда Уходят В глубину Веков Что это Не может Вот сейчас Мы только Можем Домыслить Себе Но мне К счастью Удалось Еще услышать Настоящих Певцов Я слышала Молодую девку 17 лет Переселенцы Курской губернии В Татарии Которая Откуда-то Начиналась Каких-то Басов Взвивалась Вверх До бесконечности Причем Ровно Свободно Голос Лился Вот такой Мощной Струей Ну и Сейчас Пришло Такое Время Когда Пора Все Все эти Истоки Осмыслить Осознать И по Постаткам Всего Что мы имеем А главное И по Распевам И по всему В конце концов Изучить Эту народную Школу Пения Вывести Какие-то законы И создать В общем Методику Обучения Вот я Собственно говоря Этому Свою жизнь И посвятила Потому что Я влюблена В пение И сначала Я Консерваторию Кончила Академическим Пением Занималась Все Перепела Сама Неплох В свое время До многого Дошла Своим умом Когда я Стала читать Назовенко Когда мне попала В руки Ствол Патюшки Ведь это же То же самое Я нашла Очень много Общее С итальянцами В том Что Так сказать Мы делаем Ну вот Ну и вот В течение Долгих лет Слушай Изучай Занимаясь Этим И педагогической Работой Я сейчас Создала Методику Где По которой Сейчас Работает Институт И сейчас Уже Очень По всей России Очень Многие Учебные Изучения Работают По этой Методике Несколько Это значит Основных Положений Ну Во-первых В основе Лежит Природная Постановка Волоса И Естественное Пение То есть Каждый человек Индивидуальность У него Своя манера Речи Своя Интонация Свой Тембр То есть Он Неповторимый Человек Но Есть Какие-то Общие Вещи Общие Законы Которые Заложены Вот В природной Постановке Голоса То есть Голос Инструмент Голос Акустическая Система И Так сказать Природа Где она Не поленилась Она Создала Образец Которому Я думаю Следовали И вокальные Педагоги Ну Во-первых Пение Народное Что Общего С Академическим Что В чем Разница Общие С Академическим Пением Очень Многое Очень Много Общего Ну И У нас Так же Единый Вот В природной Постановке Голоса С Большим Диапазоном Присутствует Обязательно Соединение Регистров Поэтому И в нашей Методике Она основана На соединении Регистров Вот скажем Кристиансон У него Регистровое Пение Вот этот Только Головным Вот этот Участок А вот этот Участок Только Головным А как только Вот можно На таком Диапазоне А когда Пошире Диапазон А есть Народные Песни Полторы Октавы Как Тогда Тут Идут Всякие Неприятности Всякие Стыки А уж Хармейстер Когда приходят Они вовсе Ничего Не могут Схором Сделать Никак Его не Могут Наладить Поэтому Значит Твердо Точно Все На соединении Регистров Начиная От самого Нижнего Звука Там А А Все Единый Волос Дыхание Дыхание Так сказать Вот Нашей Сколь Непринужденное Легкое Вот Как дышит Человек В жизни Иногда Он говорит Громко Иногда Он говорит Вот такую Большую Огромную Фразу На одном Дыхании И он Как-то Берет Дыхание Никогда Не задумываясь Над этим Так же Здесь Самое Главное Вот Например Я стараюсь Не касаться Вот Технологии Дыхания Вначале Только Самое Необходимое Объясняю Только Самое Необходимое А дальше Добиваясь Чтобы был Легкий Непринужденный Вдох Удобный Для человека Только Конечно Не верхушками А затем А затем Опора На Обучную Диаграмму Значит Я знаю Что в академической Постадутке В некоторых школах Есть Значит Сюда У нас Пение Народное Так сказать Грудное Русское Народное Пение Есть Искажение Глот Так Поют В деревне Вот туда Как в тюрьму Идет голос Там Им очень удобно Но Слушателю Неприятно Есть Пение Открытое Я Открытое Горловое Жесткое И даже Вялое Там Белое И так далее Это конечно Это не пение И культуру народ Создал Не на этом пении Поэтому Это категорически Отвергается Так же Как отвергается Всякая Форсировка У нас Значит Здесь Два момента Один момент Голошение Или Вокализация Ну Народное Голошение Народная Вокализация Собственно Говоря Это Принцип Плача Плачем Бабы Говорят Воют Или Плачут Или Воют То есть В основе Этого Лишь Мягчайшая Атака И абсолютнейшая Совершенная Динамичная Движущаяся Кантилена Вот Это Основа Основ Причем Кантилена Настолько Плотная Настолько Ровная Динамичное Волевое Слуковедение Вот как я Говорю иногда Своим Артистам Представьте Что Десять Виоланчери Вдруг Запели Вот Вот Такое Теперь В основе Своей Лежит Вот Раскрытие Грудного Резонатора Раскрытие Грудного Регистра На котором Значит И В то же Время Мягкая Так Я Так сказать Возымела Дерзость Сразу Соединять Вот Я с удовольствием Услушала То Что Вы Говорили И Я Так Скать Полностью К этому Присоединяюсь Я Начинаю Обучение Пения С Распевные Ритмы Во-первых Понятие Вот Оголошение Это Непрерывно Льющийся Звук Когда Ребенка Качает Он Начинает То же самое Почевать Это Естественная Физиологическая Потребность Человека Который Он Рождается Который У него Там вот, Бог знает, в каких поколениях уже, наверное, как только родилось человечество. Это вот основа, это обязательная, без чего не может ничего состояться. Вот земля, почва. На этом, я говорю, вот это река, поток. А на поток слова кораблики, которые будут в этом поток. Слова кораблики. А дальше идет уже драматическое искусство, драматургия. Музыкальное искусство, музыка, она уже в ушах, в памяти, она уже воспроизводится по памяти, по чувству музыка. А вся драматургия, весь смысл, все заключено в речи, в словах. И речь не может быть безликой, речь роботовая, речь формальная. Живая человеческая речь всегда насыщена интонациями. И поэтому я с самого начала, вот, скажем, первый, приходит ко мне девушка. Я говорю, скажите, пожалуйста, ваше имя и отчество. Она говорит, я Ирма Иванович. Я говорю, скажите, пожалуйста, ясно, ясно. Я Ирма Иванович. Я говорю, скажите, я Ира Ирма Иванович. Я, и вот я добиваюсь, чтобы она это сказала. И прежде чем приступать к чему-то такое, значит, по существу, вся начальная работа, это вот координация звуковедения и речи. Звуковедения и речи. Если мелодии все это сразу трудно, то я, значит, сначала заставляю просто распевную речь. Я говорю, ну, говорит, зелена сосна на горе росла, зелена сосна на горе росла, зелена сосна на горе росла, и так далее. Потом я заставляю координацию звуковысотности, там, ну, например. Ой, да вы веселые ребята, ой, да у вас кудри-кудреваты, ой, да у вас кудри-кудреваты. То есть я заставляю эти слова распевать, 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 распевать до конца, причем со смыслом обязательно, со смыслом, с отношением, через интонацию. Вот я сразу даю понятие интонации. То есть, ой, да вы веселые ребята, я начинаю так говорить. Ой, да вы веселые ребята, ой, да у вас кудри-кудреваты. Вот я заставляю с разными интонациями, вот это вот обыгрывать, обыгрывать по-всячески. А потом уже сохранять. Ой, да вы веселые ребята, уже координацию, извините, я показываю плохо сейчас, потому что говорю и зажимаюсь. Теперь, после этого, значит, упражнения и репертуар. Упражнения я подбираю обычно вот где-то в пределах квинты, в серединке диапазона, там, скажем, альты, я начинаю с ля-бемоль, там, высокие альты с ля-бемоль, там, мажора и минора, как сопрано предположил, когда репертуар, там, всякие аплодоны волосы. Открытый глаз сразу бывает, и высокие, и средние, и низкие, всякие. И, значит, заставляю, и даю упражнения, например. И вот здесь, на этом, или, скажем, для выравнивания гласных, для того, чтобы единообразно их произносить, я там это заставляю на разных гласных упражнениях. Ну, это я покажу вам на ученице, поэтому я не буду говорить. Для развития диапазона постепенно, значит, вот я иду вверх, не очень высоко, потом вниз, потом начинается, и вверх разгоняем постепенно, начинают упражнения с среднего темпа, с движением, не очень быстро, не очень медленно, потом постепенно, так сказать, переходим к более широким упражнениям, разным, быстрым, распевным, и, так сказать, раскрываем диапазон. Ну, фактически нет какого-либо порога, и нет какого-то преткновения для того, чтобы раскрыть диапазон до двух октав и даже больше. Полторы октавы совершенно свободны и довольно быстро. Ну, все дело в том, что, конечно, для того, чтобы овладеть этим диапазоном, и чтобы была идеальная кантилена и полная свобода пения, для этого нужно очень много трудиться, нисколько, не меньше, чем пианисту, скрипачу, и еще, и даже им, все мы вместе взяток. Вот, во-первых, мы получаем изборчивых людей, или без навыков, или с неправильными навыками, и они должны зарабатывать кусок хлеба, и не понимают, что такое серьезно учиться. Потом, ведь все февцы темные, они не слышат себя объективно. Там у них что ближе к их внутреннему уху, то им нравится их хорошо. А то, что голос сюда летит, и легко, и ему кажется очень плохо, поэтому вот здесь массу всяких вещей приходится преодолевать. Одним словом, мы не успеваем домучивать. И мы вот мучаемся, вот так же я присоединяюсь к вам, мучаемся все время перед тем, с одной стороны, мы обязаны создать инструмент. Инструмент. Послушный, красивый, прекрасный, звучащий инструмент. То есть, раскрыть естественную акустику, раскрыть свободное резонирование голоса, чтобы человек пел, как птица. Я сама испытала на себе, что такое пение, как птица. Три часа поешь, только еще хочется, четыре еще, пять еще хочется. И никаких преград. И льется голос, и льется, и ни о чем не задумываясь. Поэтому до этого, конечно, мы не достигаем, мы не успеваем их домучивать. И они тут начинают мотаться по своим работам, а там начинаются развлекашечки, всякие меляшечки и так далее. И оторвы, и даже те, которые нас прекрасно оканчивают, и блестяще сдают экзамен, как, например, Люмина, когда они потом идут на эстраду, тут, там начинается бог знает что. Тут уже, простите, я говорю, обращайтесь туда, где они работают. Вот. И кроме того, конечно, катастрофическая нехватка культуры, культуры, общей культуры, интеллекта, интеллигентности, то есть всего, что необходимо для любого художника, большого и маленького, какой бы он ни был. Но что делать, когда вокруг нас такая среда? Тут уже среду не побороть. Уж что-то частичками хоть чуть-чуть забрасывать, может быть, где-то такое сработает. Ну, Танечка, пожалуйста. Так, Таня Матвейова. Она вообще кончила, она инструменталистика, она кончила портепианное отделение в Гнесинской училище. Потом вдруг доказалось, что у нее голос есть. Она поступила в училище Политвы Иванова, поучилась там два сезона. И, значит, поступила к нам. Ну, голос у нее действительно есть. И голос, так сказать, перспективный и богатый. Но никаких навыков. И, кроме того, все люди у нас отвыкли от той распеванной, прекрасной, звучной речи, которой говорили все крестьяне, которой владели и старорусские актеры. У нас даже теперь актеры не говорят о чем-то знает что. Вот, поэтому прежде всего приходится учить разговаривать, учить выполнять бесконечную работу логопеда. И вот здесь все время мечешься и мучаешься между. Ничего нельзя пропускать с одной стороны. Если ты хоть упустишь, если основные навыки, элементарные, железные, не закреплены с самого начала, то дальше уже пойдет уже ковека. Чем дальше, тем будет хуже. Он будет приспосабливаться, эти способные человек, гоняться с отдельными звуками, там что-то такое по-своему, выкручиваться, но он уже никогда не будет настоящим певцом. Поэтому нельзя. Но с другой стороны, они уже пришли же этим, собственно, заниматься в музыкальном училище, и даже еще раньше. А этим приходится заниматься нам, да вот на таком фоне. Поэтому все время мучаешься между тем. С одной стороны, вот индивидуальность передовой, как ее раскрыть? Вот можно ли ей что-нибудь? Вот ты ей что-нибудь предлагаешь, а она никак не принимает. Вот в таком случае я все-таки ищу такой компромисс, чтобы не стоять на пути индивидуальности студента, и где-то такое он сам изберет какое-то свое направление, куда-то он там пойдет, чтобы дать, но вот задача дать ему все-таки подпорку в виде навыков. Петческих. Затем я, значит, требую, округляй, когда идет вверх, округлять голос за счет высокого положения. Мягкого йога. Это как в академическом пении почти-то, округление. Но при этом я требую и открывай одновременно. При этом я ссылаюсь на поворот. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, как он поет верхние ноты. Вот как он поет. Вот он как поет. И, значит, здесь открывается грудной регистр за счет того, что за счет, вот, как бы зевок внутрь. Или вот когда горло врачу показывают, вот он... Вот, скажем, мы зеваем. Я говорю, зевок вот. Что в этот момент? Что происходит? Что происходит? Вот там у меня что-то поднимается. А что происходит здесь? Вот там, значит, то что говорит вот. Вот там вот у меня вот как... Что с корнем языка происходит? Что с языком? Он идет вперед. Что челюсть выносится сюда? Звук выносит. Что происходит с диафрагмой? Что происходит с животом? Он выходит вперед. Вот, так сказать, вот певческая установка, зевок. Вот это оптимальное положение, так сказать, которое во время пения при всех изменениях со словесных артикуляционных должно сохраняться. Ну и тут всякое. Веди звук, веди звук, живот должен петь, двигай, двигай песню, веди песню, то есть, чтобы добиться вот динамики. Тут для каждого находишь свои слова, свой язык, а один понимает это, другой это. Сегодня поймет, завтра забудет. Приходится. Начинаешь все сначала. Так, значит. А что, представьте себе, что ты вышла-то куда-то такой на лук, на зеленый, солнышко, воля свободная, и ты просто ля-ля-ля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я просто от радости поешь, играешь. Вот с отношением и с интонацией мы убеждены. Давай. Не забывай, играй. Е-ли-ели-го-ли-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Значит, у меня очень техника речи, и так, что, где, как все работает, это у меня разработано абсолютно до всяких дальнейших подробностей. И очень большое значение в этом занимает момент подготовки. То есть, одну руку пою, язык поет, фиксирует, в это время челюсть, и сознание уже готовит следующее, все время. Чаще всего зажатая челюсть, вот здесь вялый язык и зажатая челюсть, которая не дает возможности делать. Вот сейчас я хочу ее подготовить на ли, уже подготовить йо, интонация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так просто произнести букву йо, как говоришь йо, йо. Йо-ли, 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 я-ли, я. Ли-ё, ля-я, ля-ля. Ли-е-й, ля-я. Ли-ё, ли-ё. Ли-ё, ли-ё. Ли-ё. Большая подготовка на них, на славе, сейчас. Ли-и-ё, ля-ля, ля-ля, ля-ля. Ли-и-ё, ля-ля, ля-ля. Подготовить нужно обязательно растение. Моли ее, распей, чтобы успеть подготовиться. Вот ты не успеваешь. Ели-ели-йо-ли-ня-ли-я-ли-я. Ели-ели-йо-ли-ня-ли-я-ли-я. Не заходу бы не лежать. Стоит и здесь, вот работа. Здесь, вот, едет, едет, едет. Больше ничего. А там все-таки попробуем. Ели-ели-йо-ли-ня-ли-я-ли-я. Не следи, чтобы язык лежал. Корень языка железный лежал, не ворочился. Ели-ели-йо-ли-я-ли-я-ли-я-ли-я. Есть произнести и у вас с удовольствием. С удовольствием. Вот она подает интонацию, перестает петь в этот момент. Занимается словом человек, перестает петь. Делает это, и вдруг делает массу лишних движений, скажу, начинает в поле языка подниматься. Делает это, и вдруг делает массу лишних движений. 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 Зимена сосна на горе росла, 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 Селена сосна, на горе росла. Селена сосна, на горе росла. Селена сосна, на горе росла. Не поджимай живот, подсвободи, пожалуйста. Селена сосна, на горе росла. Зелена, зелена, зелена. Селена сосна, на горе росла. 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 Зелена сосна, зелена сосна, на горе росла, зелена сосна. Я требую, чтобы она открыта пьяна. Зелена сосна, зелена сосна, на горе росла, зелена сосна, зелена сосна, на горе росла. Совсем открытая, совсем почти плоская, почти белая споет. Я никогда в жизни делаю не спорю здесь, будет как раз. Зелена сосна, зелена сосна, на горе росла, зелена сосна, зелена сосна, на горе росла. 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 Так, самое трудное, значит, протяжное упражнение. Скоординировать мысли, вот я говорю, все время вести мысли. Рассказывать песню, видеть всю картину песни. Уже первое слово, уже виднее всего, что будет дальше. Скординировать по звуку очень трудно. Уж ты, Зоренька, Заря вечерняя. Почему ты перестаешь петь на вечерней? Заря вечерняя, Заря вечерняя. Ну вот тут до, можно сказать, до обморока, до тех пор, пока слово на сегодня не скажет. Я не отступаю, тут ни на единый шаг. Но при этом еще это так добиваю, чтобы было осмысленное, как это такое эмоционально окрашивание. Ну и сейчас она плохо поддается, потому что беспокоится. Так, теперь мы покажем кусочек произведения. Вот, кусочек произведения. Потому что у нас поет окопельную песню. Значит, как сейчас пока получается у нее. И две песни у нас поет. Одну веселую, одну шлягер, так сказать. От шлягер никуда не денешься, везде требуется. Народ требует. Главным образом в лице администратора. Так. Так, ну давай начнем с Лавина. Спасибо. Так, Танечка, соберись, Белая. И поддинамичнее, поэмоциональнее, в общем. Не думай сейчас о технике, а веди песню. ПЕСНЯ 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 Ой, да я весной взошла, Ой, весной взошла, Летом вы и росла. Ой, да под осенним сок солнцем вызрела, Ой, зачем рано пошатнулось, Ой, да пошатнули меня ветры буйные, Ой, да преклонили меня снеги белые, Ой, да не белые снеги часты дожди. Ой, да пошатнулось, Ой, да пошатнули меня ветры буйные, Ой, да преклонили меня снеги белые. Спасибо, вот сейчас я сделала, но рок, это нужно смелее и увереннее. Буйные, и дальше раскрыли концерты. Теперь, я боюсь, что время моё уже исчерпано, я всех задерживаю, и сейчас она споет быструю песню. Где, значит, нам не удаётся вопрос акцентов. Как только с произношением слов все начинают давиться словами, начинают выталкивать голос, сразу вибрации, всё. Значит, закон у нас такой, акценты все только артикуляционными средствами, исключительно. Вот, например, Аютушка моя луговая Обычно так вот все рубят. Аютушка моя луговая Вот как дирижирование марката. Вот точка идет. Всё наконтиление, нальющееся в потоке, а здесь акцент падает на согласную. Языковый удар согласный, а гласный идёт с интонацией. Аютушка моя луговая Вот. Ну вот это трудно им очень. Вот пока это дойдёт до сознания. Сейчас у неё проблемы здесь же. Так. Пожалуйста, садитесь, как вам удобнее. Так, подходите. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Песня. 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 Голова, 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 А я молода в лесочке, Под ракетам, да под кусочком. Ой, лёли-лёли-лёли-лёли в лесочке, Ох, лёли-лёли-лёли-лёли под кусочком. Там шли, прошли её удалые Молодчики, ох, молодые, о-о-о-ой, молодые. Они срезали, да, по прудочку, Они сделали, да, по гудочку. Ой, лёли-лёли-лёли-лёли по прудочку, Ох, лёли-лёли-лёли-лёли по гудочку. Вы, гудочки мои, не гудите Меня, молодой, не гудите. Ой, лёли-лёли-лёли-лёли-лёли не гудите. Ой, лёли-лёли-лёли-лёли не гудите. А-а-а-а, а-а-а-а! Ой-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле не гудите Ой-ле-ле-ле-ле-ле-ле не гудите Аплодисменты Ничего похожего там, но все хорошо, как-то любучие, моли, использовались, пиарезы А-а-а-а! Здесь тоже самое никакого треска, как уоложонская тапка Ай, Ютушка! Ай, Ютушка! Широкой! Вот широкий выход! Ай, Ютушка! Милога моя, молодушка, моя молодая! Спасибо! Не забывай, пожалуйста! Ну, и потом, значит, А-а-а! Начинается с мягкой атаки с инфонацией. Сможешь прямо? А вы, кудочки мои, не путите, Меня, м 싶은女, не путите! Ой-лё-лё-лё-лё-лё-ль не путите! А-а-а-а-а, а-а-а-а-а! Ой-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё не путите! Ой-лё-лё-лё-лё не путите! Вот она ей! Спасибо большое. Было очень, очень интересно, очень занятно. Собственно, я лично не подозревала себя вообще, как занимается народным пением. Действительно, есть много каких-то общих моментов, в смысле, там, дыхание, вот, как-то, но, конечно, постановка звуковая, конечно, она разная, но и в то же время очень интересно. Разные, да, разные, разные у нас, иначе, полностью нет раскрытия группного регистра. Очень глубоко. Да, верхний, чем выше нота, чем ниже опора. Да, да. У нас такой принц. Так, так. Чем выше нота, тем ниже опора. Прямо вот. И нас тоже много. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Маленькая, как бы, к согласной прибавляется оттенок гласный, маленькая, и тогда все рьется, соединяется, играет, вот, как... Ну, мы, так сказать, этим расширением тем, потом добиваемся. Ну, во всяком случае, что звук тянется и льется, это уже очень интересно. Здесь, я говорю, много разных, даже академистов тоже немножко разные, иногда, парадоксальная декария, например. Да, нет, мы... Вот, вот, у нас все, еще, так сказать, задействует сервизорная. Друзья мои, давайте поблагодарим еще раз. Спасибо. Спасибо. Ну, я хотела бы первое. Я хочу сказать, что народное пение – это особый художественный мир, который имеет свои законы, свой стиль, свои исполнительские приемы, свою фонетику речи и свою манеру пения, которая, в общем, вытекается из всего этого. До сих пор, ну, была естественная народная школа, где передавался поколение к поколению, от мастеров, если были хорошие мастера, вокруг них создавался перческий очаг, было прекрасное пение. И народное пение, оно сейчас очень вульгаризировано и использовано для потехи, развлечения, для ресторанных шоу. И так и воспринимается многими. Или, значит, сейчас мы его слышим в плохом виде, в очень плохом качестве пения. И поэтому, с одной стороны, так сказать, элитные высокие музыканты, они считают это, так сказать, третий или четвертый сорт искусства. С другой стороны, теперь, значит, у нас идет такое фольклорное движение за подлинность, самостийность, за, так сказать, за настоящее, за почвенное. И вот едут какие-нибудь фольклористы или там студенты в деревню, там повертятся, неделю около бабушек попередразнивают остатки былого мастерства. И уже еще бьют себя в грудь, что они подлинные, вот что так это и надо, и вот только они, вот все. А вот то, что мы там делаем, это привязанно, приглажено, это никому не нужно, это не настоящее, не подлинное и так далее. Но, поскольку, поскольку, вот записи народные говорят о том, что это высочайшая, прежде всего, высочайшая певческая культура. Иначе никогда бы в жизни женщины не создали таких распевов. Ну, например, вот банальная городская песенка. Тварь глазки, куда скрылись, мне вас боли не видать. А куда скрылись, да удалились, зачем заставили страдать. Вот я играла шарманочка, распевали эту песню, все так. И вдруг песня пошла туда, 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 в разные села, в разные регионы. И вот, скажем, северные женщины как распели эту песню. Вы меня извините, пожалуйста, за мое изображение. Вы меня извините, пожалуйста. И страдали страдать. Вот, можно сказать, из пошлингой, дешевенькой, банальной песенки создали целую эллигическую поэму, высокое звучание. А там распелы, а там подголоски, и все это импровизационно, и все это творчески, и все это с таким внутренним проникновением, с таким глубинным пониманием вот этих генных истоков, которые вот туда уходят в глубину веков. Что это не может, вот сейчас мы только можем домыслить себе. Но мне, к счастью, удалось еще услышать настоящих певцов. Я слышала молодую девку 17 лет, переселенцы Курской губернии в Татарии, которая вот откуда-то начинала с каких-то басов. Взвивалась вверх до бесконечности, причем ровно, свободно, голос лился вот такой мощной струей. Ну и сейчас пришло такое время, когда пора все эти истоки осмыслить и осознать, и по остаткам всего, что мы имеем, а главное и по распевам, и по всему, в конце концов, изучить эту народную школу пения, вывести какие-то законы и создать, в общем, методику обучения. Вот я, собственно говоря, этому свою жизнь и посвятила, потому что я влюблена в пение, и сначала я консерваторию кончила, академическим пением занималась, все, перепела сама неплохо в свое время, до многого дошла своим умом. Когда я стала читать Назаренко, когда мне попала в руки, я сказала, батюшки, ведь это же то же самое, я нашла очень многое общее с итальянцами в том, что, так сказать, мы делаем. Ну и вот в течение долгих лет, слушая, изучая, занимаясь этим эпидемиологической работой, я сейчас создала методику, по которой сейчас работает институт, и сейчас уже очень по всей России, очень многие учебные изучения работают по этой методике. Несколько, значит, основных положений. Ну, во-первых, в основе лежит природная постановка голоса и естественное пение. То есть каждый человек индивидуальность, у него своя манера речи, своя интонация, свой темпор, то есть он неповторимый человек. Но есть какие-то общие вещи, общие законы, которые заложены вот в природной постановке голоса. То есть голос-инструмент, голос-акустическая система и, так сказать, природа, где она не поленилась, она создала образец, которому, я думаю, исследовали и вокальные педагоги. Ну, во-первых, пение народное. Что общего с академическим? Что? В чем разница? Общее с академическим пением очень многое. Очень много общего. Ну, и у нас также единый, вот, в природной постановке голоса с большим диапазоном присутствует обязательно соединение регистров. Поэтому и в нашей методике она основана на соединении регистров. Вот, скажем, Христианссон, у него регистровое пение. Вот этот только головным, вот этот участок, а вот этот участок только головным, а как только, вот, можно на таком диапазоне. А когда пошире диапазон, а есть народные песни на полторы октавы, как тогда, тут идут всякие неприятности, всякие стыки. А уж Хармейстер, когда приходит они вовсе, ничем не могут с хором сделать, никаким не могут наладить. Поэтому, значит, твердо, точно, все на соединении регистров, начиная от самого нижнего звука, там, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Непринужденное. Легкое. Вот как дышит человек в жизни. Иногда он говорит громко, иногда он говорит вот такую большую, огромную фразу на одном дыхании. И он как-то берет дыхание. Никогда не задумываясь над этим. Так же здесь самое главное, вот например, я стараюсь не касаться технологии дыхания в начале. Только самое необходимое, объясняю, только самое необходимое. А дальше добиваясь, чтобы был легкий непринужденный вдох. Удобный для человека, только, конечно, не верхушный. А затем, а затем опора на обученную диаграмму. Значит, я знаю, что в академической постановке, в некоторых школах есть, значит, сюда опора, сюда на кути. У нас пение народное, так сказать, грудное, русское народное пение. Есть искажение глотки. Так поют в деревне. Вот туда, как в тюрьму, идет голос. Там им очень удобно, но слушателю неприятно. Есть пение открытое. Я открытое, горловое, жесткое, или даже вялое, там, белое и так далее. Это, конечно, это не пение. И культуру народ создал не на этом пении. Поэтому это категорически отвергается, так же, как отвергается всякая форсировка. У нас, значит, здесь два момента. Один момент – галашение или вокализация. Ну, народное галашение, народная вокализация, собственно говоря, это принцип плача. Они воют, они воют, кто-то, мой милый, родимый, маменька, ну, кто же ты, мама, плачет. Бабы говорят, говорят, воют или плачут, или воют. То есть в основе этого лишь мягчайшая атака и абсолютнейшая, совершенная, динамичная, движущаяся кантилена. Вот это основа основ. Причем кантилена настолько плотная, настолько ровная, динамичное волевое звуковедение. Вот, как я говорю иногда своим артистам, представьте себе, что 10 виолончелей вдруг запели. Вот такое теперь в основе своей лежит вот раскрытие грудного резонатора, раскрытие грудного регистра, на котором, значит, и в то же время мягкая атака, я, так сказать, возымела дерзость сразу соединять. Вот я с удовольствием услышала то, что вы говорили, и я, так сказать, полностью к этому присоединяюсь. Я начинаю обучение пения с распевной ритмы. Во-первых, понятие, вот оголошение. Это непрерывно льющийся звук. Вот когда ребенка качает, он начинает то же самое подпевать. То есть это естественная физиологическая потребность человека, в которой он рождается, который у него там вот, бог знает, в каких поколениях уже, наверное, как только родилось человечество. Это вот основа, это обязательная, без чего не может ничего состояться. Вот земля, почва. На этом, я говорю, вот это река, поток. А на поток слова кораблики, которые будут по этому потоку. Слова кораблики. А дальше идет уже драматическое искусство, драматургия. Музыкальное искусство, музыка, она уже в ушах, в памяти, она уже воспроизводится по памяти, по чувству музыка. А вся драматургия, весь смысл, все заключено в речи, в словах. И речь не может быть безликой, речь роботовая, речь формальная. Живая человеческая речь всегда насыщена интонациями. И поэтому я с самого начала, вот скажем, первый, приходит ко мне девушка. Я говорю, скажите, пожалуйста, ваше имя и отчество. Она говорит, я Ирин Малович. Я говорю, скажите, пожалуйста, ясно, ясно, я Ирин Малович. Я говорю, скажите, я, Ира, Ерин Малович, я, и вот я добиваюсь, чтобы она это сказала. И прежде чем приступать к чему-то такое, значит, по существу, вся начальная работа, это вот координация звуковедения и речи, звуковедения и речи. Если мелодии, и все это сразу трудно, то я сначала заставляю просто распевную речь и говорю. Ну, говорит, зелена сосна на горе росла, зелена сосна на горе росла, зелена сосна на горе росла, и так далее. Потом я составляю координацию звуковысотности, там, ну, например. Ой, да вы веселые ребята, ой, да у вас кудри-кудреваты, ой, да у вас кудри-кудреваты. То есть я заставляю эти слова распевать, 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 распевать до конца, причем со смыслом обязательно, со смыслом, с отношением, через интонацию. Вот я сразу дарю понятие интонации. Ой, да вы веселые ребята, я начинаю так говорить. Ой, да вы веселые ребята, ой, да у вас кудри-кудреваты. Вот я составляю с разными интонациями, вот это вот, обыгрывать, обыгрывать по-всячески. А потом уже сохранять. Ой, да вы веселые ребята, уже координацию, извините, я показываю плохо сейчас, потому что говорю и зажимаюсь. Теперь, после этого, значит, упражнения и репертуар. Упражнения я подбираю обычно вот где-то в пределах квинты, в серединке диапазона. Там наши, скажем, альты я начинаю с ля-бемоль, там высокие альты с ль-бемоль, там мажора и минора. Сопрано, при том, что это репертуар, в серединке диапазона голоса. Открытые глаза разные бывают, и высокие, и средние, и низкие, всякие. И, значит, заставляю, и даю упражнения, например. Например, зелена сосна, зелены луга, зелены луга. И вот здесь, на этом, или, скажем, для выравнивания гласных, для того, чтобы единообразно их произносить, я там это заставляю на разных гласных упражнениях. Но это я покажу вам на ученице, поэтому я не буду говорить. Для развития диапазона постепенно, значит, вот я иду вверх, не очень высоко, потом вниз, потом начинается, и вверх разгоняем постепенно, начинают упражнения среднего темпа с движением, не очень быстро, не очень медленно. Потом постепенно, так сказать, переходим к более широким упражнениям, разным, быстрым, распевным, и, так сказать, раскрываем диапазон. Ну, фактически, нет какого-либо порога и нет какого-то преткновения для того, чтобы раскрыть диапазон до двух октав и даже больше. Полторы октавы совершенно свободны и довольно быстро. Ну, все дело в том, что, конечно, для того, чтобы овладеть этим диапазоном, и чтобы была идеальная кантилена и полная свобода пения, для этого нужно очень много трудиться, нисколько, не меньше, чем пианисту, скрипачу, и почему, и еще, и даже им, все мы вместе взяток. Вот, во-первых, мы получаем изборченных людей или без навыков, или с неправильными навыками, и они должны зарабатывать кусок хлеба, и не понимают, что такое серьезно учиться. Потом, ведь все певцы темные, они не слышат себя объективно. Там у них что ближе к их внутреннему уху, то им нравится и хорошо. А то, что голос сюда летит и легко, им кажется очень плохо, поэтому вот здесь массу всяких вещей приходится преодолевать. Они, в основном, мы не успеваем доучивать. И мы вот мучаемся, вот так же я присоединяюсь к вам, мучаемся все время перед тем, с одной стороны, мы обязаны создать инструмент. Послушный, красивый, прекрасный, звучащий инструмент. То есть раскрыть естественную акустику, раскрыть свободное резонирование голоса, чтобы человек пел как птица. Я сама испытала на себе, что такое пение, как птица. Три часа поешь, то есть еще хочется, четыре еще, пять еще хочется. И никаких преград. И льется голос, и льется, и ни о чем не задумываясь. Поэтому до этого, конечно, мы не достигаем, мы не успеваем их доучивать. И они тут начинают мотаться по своим работам, а там начинаются развлекашечки, всякие ляшечки и так далее. И оторвы, и даже те, которые у нас прекрасно оканчивают, и блестяще сдают экзамен, как, например, Люмина, когда они потом идут на эстраду, тут, и там начинается бог знает что. Тут уже, простите, я говорю, обращайтесь туда, где они работают. Вот. И кроме того, конечно, катастрофическая нехватка культуры, культуры, общей культуры, интеллекта, интеллигентности, то есть всего, что необходимо для любого художника, большого и маленького, какой бы он ни был. Но что делать, когда вокруг нас такая следа? Тут уже следу не поворотить. Уж что-то частичками чуть-чуть забрасывать, может быть, где-то такое сработает. Ну, Фанечка, пожалуйста. Так, Таня Масмейова. Она вообще окончила... Она инструменталистка. Она окончила фортипианное отделение Гнесинской училищей. Потом вдруг оказалось, что у нее голос есть. Она поступила в училище Политвы Иванова. Поучилась там два сезона. И, значит, поступила к нам. Ну, голос у нее действительно есть. И голос, так сказать, перспективный и богатый. Но никаких навыков. И, кроме того, все люди у нас отвыкли от той распеванной, прекрасной, звучной речи, которой говорили все крестьяне, которые владели и старорусские актеры. У нас даже теперь актеры не говорят, а что-то знает, что. Вот. Поэтому прежде всего приходится учить разговаривать, учить выполнять бесконечную работу логопеда. И вот здесь все время мечешься и мучаешься между. Ничего нельзя пропускать с одной стороны. Если ты хоть упустишь, если основные навыки, элементарные, железно не закреплены с самого начала, то дальше уже пойдет, уже ковека. Чем дальше, тем будет хуже. Он будет приспосабливаться, если способный человек, гоняться за отдельными звуками, там что-то такое по-своему, выкручиваться, но он уже никогда не будет настоящим певцом. Поэтому нельзя. Но с другой стороны, они уже пришли же этим, собственно, заниматься в музыкальном училище и даже еще раньше. А этим приходится заниматься нам, да вот на таком фоне. Поэтому все время мучаешься между тем. С одной стороны, вот индивидуальность передовой, как ее раскрыть? Вот можно ли ей что-нибудь? Вот ты ей что-нибудь предлагаешь, а она никак не принимает. Вот в таком случае я все-таки ищу такой компромисс, чтобы не стоять на пути индивидуальности студента. И где-то такое он сам изберет какое-то свое направление, куда-то он там пойдет, чтобы дать, но вот задача дать ему все-таки подпорку в виде народа. Певческих. Затем я, значит, требую, округляй, когда идет вверх, округлять голос за счет высокого положения мягкого нёба. И это как в академическом пении почти-то, округление. Но при этом я требую и открывай одновременно. При этом я ссылаюсь на повороте. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, как он поет верхние ноты. Вот как он поет. Вот он как поет. И, значит, здесь открывается грудной регистр за счет того, что за счет, вот, как бы зевок внутрь. Или вот, когда горло врачу показывают, вот, скажем, мы зеваем, я говорю, зевоку. Что в этот момент, что происходит? Что происходит? Вот там у меня что-то поднимается. А что происходит здесь? Вот там, значит, то что говорит, вот там вот у меня вот как, что с корнем языка происходит? Что с языком? Он идет вперед. Что челюсть выносится сюда, звук выносит? Что происходит с диафрагмой? Что происходит с животом? Он выходит вперед. Вот, так сказать, вот певческая установка, зевок. Вот это оптимальное положение, так сказать, которое во время пения при всех изменениях словесных артикуляционных должно сохраняться. Ну и тут всякое. Веди звук, веди звук, живот должен петь, двигай, двигай песню, веди песню, то есть, чтобы добиться вот динамики. Тут для каждого находишь свои слова, свой язык, а один понимает это, другой это. сегодня поймет, завтра забудет. Приходишь. Да, точно. Начинаешь все сначала. Вот, дальше. Так, значит. А теперь представьте себе, что ты вышла-то куда-то на лук, на зеленый, солнышко, воля свободная, и ты просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто от радости поешь, играешь. Вот, с отношением и с интонацией убежден. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.